Хорошо. Да, это я уже понял. Пришли лучше с крышетом, а то мне так как-то очень тяжело. Ну вот сегодня, соответственно, формы. Где-то час, ну, где-то пять, в принципе, я начал готовиться. Ну, а скрешет с нумерацией. То есть, ну, где-то час назад начал готовиться. Думаю, надо про формы. Посидел, подумал так, понял, что, ну, опять же, теории. Нет, я предлагаю просто поставить там ходы дальнейшие. А, ну, да, вы ставите эту позицию, там хотя бы ключевую. Когда-то делалось не так долго. Ну, ладно, там. Ну, или потом сам посмотри. Давай все, у нас занятия потом обсудим. Вот ясно думал, как бы это все провернуть. Опять же, сошелся на той идее, что проводить занятия в стиле, ну, это хорошее. Ну, это плохая форма, это, наверное, не так интересно. Потому что все мы прекрасно знаем, что хорошие формы — это те, которые глазные, которые невозможно порезать, которые гибкие. У нас есть такие формы, у которых мало степеней, которые легко режутся, у которых нет глазных форм. Вся теория, к сожалению, там заканчивается. Не раз мы с вами уже проводили викторины на формы. Если кто помнит. Да, точно. Не раз мы с вами уже проводили викторины на формы. Задачи решали на формы. Смотрели, естественно, партии тоже на формы. Мне кажется, что последний пункт наиболее эффективен, наиболее приближен к реальности. И, как раз, сейчас смотрел партии с Кедроскапа из Братиславы. Там проходил сейчас отбор на Грандстан. И Антон Черных, к сожалению, пролетел. За ним третье место можно было занимать первые два. Сразу после этого начался турнир, где остались все сильные игроки. Ну, я так смотрел. Смотрю партию, думаю, блин, как же они косять. Ну, как бы, чтобы вы понимали. Душан, конечно, у меня посильнее. Вот, они Стекола в одну силу играет. Ну, Стекола я играл буквально. Живем это было в сентябре. Я бы, наверное, дался процентов 30 на победу. Там 25, наверное, даже. На Камень полтора, Душан точно сильнее. Доминик, ну, где-то игрок моего уровня. То есть, ребята такие. Ну, если подумать, слабые, конечно. Ну, потому что своим уровнем всегда недоволен. Если стать их примерно равными, то они, при этом, тоже не самые сильные. Но, тем не менее, по меркам Европы ребята сильны. И, при этом, я сейчас смотрю и понимаю, блин, как же они косять по формам. Вроде бы стандартные вещи. По рукам надавать хочется. Да, разумеется, это все потому, что со стороны она всегда виднее. Вот, но, разумеется, всегда хочется быть, по сути, со стороны. В том плане, что видеть свою позицию как-то под всеми возможными углами. Меньше косячить. А это все, разумеется, практика. Ну, поэтому я предлагаю нам с вами потренироваться, попрактиковаться. Вот, и сейчас, как раз, идет эта партия, прямо в данную секунду. И я поставил, соответственно, клон. Поэтому, как только появится какой-то новый ход у них партии, да, он также появится и здесь. Вот, поэтому сегодня мы будем разобрать именно эту партию на предмет форм, на то, как сыграли бы вы. И, соответственно, постараюсь несколько ключевых концепций вынести. По крайней мере, вот одну хорошую, когда я просматривал эту партию, я уже подготовил. Достаточно важный тезис. Казалось бы, простой, но сейчас мы до нее дойдем еще. Вот, соответственно, Доминик играет белыми, Душин играет черными. Кто знает, как Доминик вообще играет? Ты уже не смотрел его партии на КГС? У него ник на КГС Дом, если что. Надеюсь, он на КГС часто раньше играл. Может, кто знает. Видимо, никто. Вот, в общем-то, он играет очень, так, очень космически. Если встретить его любую партию, там можно встретить типа Сан-Рансея, особенно если он играет за черных. С ним я не раз встречаюсь в таких вот позиции. Он все это забирал. Устроил какую-то зону. Ты пытался потом любое вторжение активно протоковать, там, сколько человек, убить. То есть такой. Любит мою ее, любит большие крупные зоны. Ну и полица с ним поэтому тяжеловато играть, мне кажется. Потому что при выборе вторжения всегда нужно, конечно, проходить максимально грамотно и максимально ответственно. Вот, но мы с ним просто именно обычно в полице играли. Но, в общем-то, парень такой чисто на влияние. Поэтому я был тут. Я когда увидел, кто-то, чем цветом играет, был уверен, что немножко перепутанные цвета, был уверен, что Доминик отыграет белыми, тот Доминик отыграет от черными. Потому что вся партия оказалась такова, что черный получает кучу уйму влияния, белый просто забирает сан-сан. Так что-то я был максимально удивлен. Ну, и, в общем-то, первая Джосеки. Довольно все же, да, идут на Тайшу. Сложная Джосеки, как вы знаете. Одно из самых сложных. Наравне, наверное, с Большим Нодаре. То есть уйму вариантов. Тайши, кого есть, это Джосеки тысячи вариантов, так называемая. Вообще самая сложная из существующих. Вот, ну, возможно, Тушин побоялся. Чувствует, что переграет на квасе. Поэтому выбрал несколько ущербный вариант. Потому что все же тут не принято так играть. Дальше благо лесенка работает, поэтому он спокойно сбирает камень. Вот и получилась вот такая позиция. Вот и, честно говоря, следующий ход у меня был максимально шокирован. Потому что, опять же, это игрок моего уровня. Это, там, у меня пятый с половиной дан по ЕГЭ. Хотя, наверное, нет. У него уже даже, наверное, повыше, чем у меня. Подрос. Да, по-моему, неплохо, неплохо вырос на последних турнирах. Так что, возможно, у него еще даже такой, 2600 где-то. То есть, у меня по Европе там 2530. Это плюс-минус. То есть, такой. Даже, наверное, чуть-чуть посильнее. Вот он сделал очень грубую ошибку. Да, он в партии сходил G2. Однако, эта ошибка очень грубая. Но тут все просто. Выбор формы. Давайте мы с вами подумаем. Куда бы вы сходили на месте белых? G3. Так, P или H. Хорошо. A, B. Еще комбинации. Еще ходы точнее. Еще предложения. Да, с ним играть обязательно. Подависню, почему нельзя. D3. D3 занято. Там уже черный камень, Саша. Два. Просто треугольник. Хорошо. Давайте смотреть. Тануки. Почему Тануки плохо? Потому что этот ход получается сэн. Ведь если на нее не ответить, сразу погибают вот эти камни. И было наше, стало ваше. Белы теряют всю свою территорию. Боль до белы пока что лакань даже не особо живой. То есть нужно еще будет выживать с этой штукой. Ну а черный, естественно, получил уйму очков и супер крепкую позицию. То есть это Пануки с кучей очков в придачу. Поэтому Тануки здесь слишком полезно. Отари. Ну на Отари будет сыграно контр. Отари. И по итогу как-то немножко сомнительно если честно вышло. Потому что черный разумеется рад белого здесь прижать на второй линии. ну и плохим этот результат по повезти если честно не поворачивается назад. На месте черный я был бы доволен таким результатом. Да, что теперь конечно можно Тануки но как-то слишком черный укрепился. это именно то, чего черный здесь хочет. То есть черный получил Пануки и черный хочет получить крепкую форму оценки. Чтобы потом уже как-то в дальнейшем использовать. Поэтому не особо хорошо. Так, вход ВД я промазал. Нет, не промазал все правильно. ВД2 черный может так ответить. Опять же идеальная форма у белого что-то угол не такой большой уже кажется. То есть Д2 тут как-то лишний лишний. Не обязан белого там забрать вход. Так, это рассмотрели. Да, партия была сыграна сюда. Но в чем минус очевидный? Да в том, что прижать это все можно. Черный через несколько десятков. Ладно, даже не успел, но у черного всегда этот план явно крут. Черный разумеется очень хочет белого загнобить, оставить белого на второй линии, а сам купить. Мощный центр, мощное влияние на центр, нижнюю сторону и все такое. И все так далее, и так далее, и тому подобное. Поэтому это не особо круто. А правильно действительно сходить кейми. Почему? Потому что это же не режется. Не режется. Однако теперь разница уже колоссальна. Ну да, можно и так сказать. Лучше ход соперник свой лучший ход. Черный в любой момент времени хотел бы сходить по-ш-3. Но однако, как видно, черный может вот так пихаться, толкаться. Но в чем проблема? Это пушим from behind. То есть толкание позади. Вообще считают очень натурным стилем, потому что оппонент где прыгнуть или еще что сделать. То есть постоянно плести позади оппонента. Это не особо круто. при этом надо понимать, что территория больше, потому что она по третьей линии. И влияние черного больше оттеснено в центр. И потенциал нижней стороны нет и быть не может. А в белом обратном появляются очки. Поэтому это все не особо интересно становится черного. То есть неохота белого здесь усиливать, неохота ползать по центру. Так. Хорошо. Правильно было сгодить H3. Но ход в партии меня очень смущает. Так. дальше очевидно нужно играть слева. Постараться использовать Адзель камня D3. после этого можете узнать такой стандартный паттерн из другого классического Джосеки. Сейчас такой результат. Вот приток что мы имеем. Белый захватил угол у белого цента у белого там угол порядка 20 очков да 21 даже 1 очка в трек у черного пануки и какое-то влияние на центр. Вот в целом с точки зрения человека мне кажется это неплохо для черных равный результат точнее уверен что бот это явно расценивать в пользу белых надо проверить кстати но уверен что в пользу белых сам я обоими сторонами в принципе готов был поиграть так вот получается черный забрал влияние белый забрал телевизор по второй линии и у меня к вам тут небольшой вопрос как вы думаете почему вообще тут прыгают можете знать что другое покажу вот наверняка знаете это же так же видели же и не раз я думаю что-то очень похоже в нижнем левом так вот при этом по джосеке да обычно прыгают в м17 ну видимо такое ассоциативное мышление сыграло в бою душан и он тоже прыгнул а как вы думаете почему вообще интереснее прыгать чем просто играть в а почему так часто вот именно в этом джосеке тут тоже душан решил что именно прыжочек а не а казалось бы раз добрый не видит но тут главное главное вот то что дима пишет мне больше предлагается да то что юля написала тоже хороший вариант наибольший такой то есть юля написала правильно и максим написал правильно главный аргумент на стороне именно димы потому что белый имеет возможность вести в цепь может быть не сразу но на будущее дать сравним есть такой на будущее чем он хорош тем что он атаковать очень и очень сложно при этом как видно влияние оказывается намного меньше у черного все ограничено этим камнем дальше проникать некуда прыжок можно конечно тут сходить но во первых черный уже стоит дальше от своих камней белый к своему камню стоит ближе у него меньше потенциала что очень приятное на будущем остается такая замечательная форма очень гибкая кошка кто-то называет тегрельной пастью весьма глазная и она также отрезает камень за единство с которым придется в ближайшем будущем выживать и усиливаться то есть просто что дальнейшее продолжение это будет хорошая форма черных вот это имеет цвет ну хорошо у нас если сможет соединиться и как тут давить тяжело тяжело вот ну и белый может даже вот так сходить чтобы не допустить возможность соединиться черному если черный режет ну в принципе конечно можно так бороться но могут возникать некоторые проблемы надо понимать что даже эта форма хоть она кажется сильной она на самом деле может внезапно ослабить неприятно то что будет соединение комфортное очень не хотелось поставлять таких опций бесплатно для белого вот поэтому точно попрыгаем в то чтобы было хорошее приложение в B8 и если сейчас белый вклиниться то ничего страшного не произошло потому что это разрезание не настолько сильно потому что форма черного как сказала Юрия она крепкая эта форма но при этом эти ходы по сути черного как-то укрепляют на центр белый продолжает брать камни по второй линии да и усиливать так не особо не особо корректно как мне кажется ну в общем то дальше было сыграно тенуки поэтому слева обычно не продолжают бросают в таком вот виде черный наращивает свое влияние получает потенциал сверху вот и дальше такой вот интересный ход очень мне понравился смотрится весьма идейно как вы думаете в чем тут идея и какую форму нужно выбрать для того чтобы не дать этой идее реализоваться да тут обязательно погод был столет в обед ну не сказать что trick move да построить мое действительно развить верхнюю сторону и центр заодно все правильно и точку тоже правильно указала молодец правильно здесь действительно было бы сходить ханы да дальше конечно какая-то борьба начнется не бойся все будет хорошо ну дальше какая-то борьба начнется ну окей можно пороться хотя скорость не работает ну хотя лесенка работает все правильно почитал а лесенка работает за черного прикольно ну значит так нельзя придется вот так в принципе ничего страшного не произойдет от этого в любом случае белый тут должен придумывать что-то чтобы не дать этой верхней стороне разрастись в парсе мне кажется была ошибка по форме как раз пассивное удлинение ну и разумеется черный укрепляется и укрепляется дальше ну какой-то очень плохой аналог который сбегает борьбы как видно после этого хода черный захватил очень хорошее влияние да белый справа укрепился забрал очки вот вообще опять же очень непохожая нетипичная игра для этих двух ребят доминик наоборот всегда играет как черный доминик всегда вот такой центр себе строит пытается по крайней мере и старается в том удержать вполне возможно что душин тут пытается против стиля краски сыграть пытается отнять влияние то есть дать территорию которую доминик не особо любит играя именно против оппонента вполне возможно вот ну ладно соответственно черный получает центр укрепляется белый вторгается вот ну и дальше опять выбор формы максимально простой ход куда бы вы сходили и почему 16 какая защита F15 16 и 16 и 16 и 16 и и и и отлично именно это я хотел услышать на партии был сыгран максимально это было прилипание давайте разберем остальные ходы все равно придется здесь черную играть на d16 с этими медами и без просто не совсем понятно насколько они вообще полезны был ли смысл их вставлять чтобы там тоже крепился вообще все слабости закрылись ход в проблема этого кода в том что на камни то совершенно не давит итогу что мы имеем белый усиливается черный усиливается но если белый усиливается то его потенциал черта на правой стороне в верхней части он естественно начинает разрушаться потому что тяжело и она времени заводится своих камнях слабых сверху слева вот эти двушки и при этом все и море обрамлять окружать уже такие обычно краски задачи друг другу диаметрально противоположные имея слабую руку закрыть центр обычно почти невозможно просто грамотный игроком просто выгнать так чтобы получать камни на центре с наглядать в центре поэтому партии было прилипало еще косуми ну косуми как-то немножко дырява на будущее чтобы белый выживет оставим все точки разрезания но неприятно играет на мою всегда хочет иметь максимально крепкую позицию с минимумом разрезаний пока не появляются это слегка не ца неприятно вот поэтому прилипание давайте быстрый ответ как вы думаете белым может восходить или нет сколько лесенок надо чтобы все то вы знаете на 20 и особенно лесенки в обе стороны нужно я знаю второго дана который не знает этого поэтому вы умнее одного второго дана но там среди нас нет если что мой хороший друг а более того более того помню играл в парный огонь чемпионат россии по-моему 2013 года сейчас покажу обе сейчас покажу вот я снова пара чемпионат россии 2013 по-моему года или 12 сейчас не играл с девушкой которого дана против нас был я шикшина цвета шикшина шикшина мы получилось так то что мы с ильей сделали все правильно света как оказывается не знает что зато белесинки должны работать и поэтому она шла на неправильный вариант я сидел и пыхтел долл света все за фигни от париж на такое выражение лица у него было поэтому даже третий дам профессиональный не в курсе что тут нужны обе лесенки какие лесенки колл-стори закончился лесенка номер один женится татаре зависит кого лесенка я сквозь такого тари вот и у черного есть выбор он может дать отаре с этой стороны и дальше лесенку я думаю вы уже видите но проблема в чем она в том что она работает за черного поэтому за белый это полный провал позиция белый ордина на две части у черного все супер крепко так разумеется играть не хочется слову совсем вот и как видно этого не избежать никоим образом лесенка слева по худом сейчас я вам доверился даже не посчитал сам на счет этого за счет полночного камня она действительно работает за белых но видимо не понравился другой вариант кто знает какие тут еще варианты есть когда лесенки даже когда лесенка не работает все обычно когда лесенка работает за белого играют такой вариант но не всегда иногда играют с другой стороны хорошо а дальше что делать белого кто знает варианты очень стандартные мне кажется на эту тему не одна книжка исписана к 16 к 16 занято уже черным камнем на к 17 хорошо а дальше или 17 на 17 на 17 я сюда схожу как будешь брать камень он же в лесенке который работает точно за черного и где-то он сейчас он тоже не ловится не так нельзя так грустно к 18 на к 18 также заберу камень разрезающий камень к 16 не поймать по итогу у белого большие неприятности что у него кучу неприятных отрезанных друг друг от друга камней и ребят давайте это стандартные варианты так как разобрать за белого из этой позиции наше 17 наше 17 отаре наше не стандартные наше 17 но сейчас за белого или 17 но все еще сюда камни там сверху все равно белого умирает а этот камень все еще не ловится в лесенку он тоже не ловится обидно то есть у белого какие-то камни просто мертвые какие-то не могут быть соединены в итоге очень большие потери черный то укрепляется раз черный укрепляется то есть слева какие-то гадости начнут работать всякие а можно сюда в плечо бы даже на создание большущей зоны поэтому черный укрепить совсем не хочется приняться в лиза молодец и давайте контроль передам даже в которых летал покажешь вариант все что помнишь дальше черный обычно он забирает камень по типу l17 большом количестве разрезаний черного поэтому первым просто нужно чтобы чтобы я был побольше степей боишься вот если так то дальше магари нечего бояться мышцы все свои вот дальше магари вот как вы этот вариант пооценили в чью пользу черных я вчера урок проводил с а иваном краски да то просто подошел и мы на эту тему с ним очень долго беседовали вот и как я ему тогда сказал все всегда считают ну до определенного уровня что это в пользу черных вот но на самом деле это всегда в пользу белых и такой вариант вообще не стоит играть за черных только в экстренных в экстренных случаях самых экстренных как вы думаете почему почему такая форма очень хороша за белых вот да юлия и артемий проект правильно в равных степенях я бы даже сказал черный потерял все свое влияние это первое то есть справа бесполезные камни теперь снизу слева бесполезные камни а у белого очень мощная форма и она станет еще сильнее потому что есть различные сенды ходы более того даже этот ход сенды потому что как вы можете заметить дальше есть такой ход и опа на это лесенка поэтому тут за черным еще нужно отвечать хорошо белый продолжает наращивать свою мощь белый продолжает что-то не то не играл да белый продолжает наращивать мощь ну да у черного там какие-то очки сверху но их во верхнем так много во вторых как вы помните у него был потенциал по четвертой линии сферис камни по второй линии придется добивать это все дело несколько раз но форма белого по сути идеальна очень мощная много степеней и опять же есть еще и сенды ходы на будущее это достаточно стандартный вариант вот поэтому не может так играть ну вообще по-моему за стеки середины игры книжка есть такая там по-моему подробно это описывалось вроде бы там не уверен но наверно там стоит посмотреть да за стеки середины игры книжка вот так что кого заинтересовало милости просим вот так что я считаю что это была ошибка он точно вот максим правильно говорит точно это есть очень классический вариант потому что так что по-хорошему конечно вам бы всем не помешало посмотреть потому что форма встречается достаточно часто хорошо так что считаю ошибка что белый не кинялся просто в таком ключе выбору черного нету у него получается влияние с двумя дырками как известно влияние с дырками это не влияние это просто группа с дырками с разрезаниями да они прямо сейчас разумеется не работают но постоянно придется о них помнить естественно будут какие-то центры ходы против них потому что форма здесь будет немножко испогани вот в партии же было просто удлинение черный думал был очень рад такому ответу доминик выживает с помощью кеймы ну тут сейчас еще один будет вопрос ну ну очевидно все уже понимают план черного и они уже вместе давно это все понимают оба план черный максимально прост развить верхнюю центр развить не знаю кроме центра ничего больше развивать нечего сооружить соорудить себе большой центр все камни направлены именно на него и поэтому черный хочет его разумеет удержать ну дальше такой путь что там не было самих ходов различных кимагари вот тут интересный такой момент попался такой вот ход был совершен вот честно говоря я не ожидал что черный сюда сыграет даже возможно я вот этого хода не ожидал думал он будет давить дальше собирать вот этот весь центр в большем масштабе ну по крайней мере я в таком исключении рассуждал вот душем же сыграл несколько иначе я сыграл в G17 и дальше видимо уже запланированная Хане в H18 вот тут на самом деле очень и очень сложный вопрос а вот куда бы вы сейчас сыграли я продумал достаточно долго до этой позиции так давайте дам минутку на подумать как синхронно почти даже ответили в Г17 я гормон 2 в Г17 и в Г17 Андрей, ты предложил М-15, потом Л-15, потом еще подумал ЖК-18, три варианта, определись, пожалуйста. С одним. Да так скоро координаты на доске кончатся. Ну конечно, да, ты угадаешь, если все перечислишь, но, к сожалению, ход в партии он только один. Так, давайте расставим. М-15. 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 М-16. М-15. М-17. М-16. те ходы молодцы а такой самый простой церковь и зенита н16 а косуме просто все понял прости пожалуйста это все те ходы которые направлены на центр являются прыжковыми за счет именно прыжок или кейма мне не принципе нравится опять же идея максимально простая залезть центр при этом усилить свою группу партия была совершена очень грубая ошибка к 18 краски был сыгран а вот как вы думаете вообще если смысл отвечать вот на верхней стороне то есть именно в районе g как-то андрей сок что предлагал и так что голосовал заказе к 18 уже говоришь что нет на смысл играть но хотя бы признался молодец признание это хорошо пришел с повинной конечно не стоит это именно то чего мы хотим отучиться хорошо как вы думаете все же есть на смысл доигрывать или нет андрей говорит что нет а вы как думаете смысл максим вера и андрей тоже сюда все правильно сверху реально нет хорошего хода ни одного сюда и как-то здесь играть здесь особо не сыграешь почему то что в клинике и что делать но только бы ничего ужаснейшая форма глаз нет дальше будут тушить эту группу да она выживет там сверху но черный смысл будет очень рад такому усиление это слишком хорошо что быть правдой что дать отари отсюда в том что так но это еще хуже потому что форма черного еще более идеально вообще ни одного изъяна вот партия была сыграна сюда я вообще не право хода так вот я до сих пор сижу не понимаю зачем зачем спасать эти два камня но черный разумеется здесь продолжает атаку вот единственное что направление мне всего понравилось я ожидал со стороны центра и расширение этого дальнейшего центра вот ну ладно флаг ему в руки особо нет разрезания казалось бы оно там есть но шутка в чем то что это вот центр а после этого это гетто по сути разрезания честно говоря особо нет а вот так чисто на бумаге поэтому ради 16 как-то немножко сомнительно но за черного тут очень странно играть на территории уже то есть не все на влияние справа влияние снизу слева влияние снизу справа накрытия в хаси тоже влияние начать внезапно играть на территорию это разумеется грубейшая ошибка вот так что просто ход в центр вот остальные ходы но это к сожалению все же как-то медлительно в принципе играбельно но как-то медлительно не столь быстро как прыжковая форма да по невозможно саша правильно говорит дэмит просто не нравится он тэп еще да тоже нормальный базу строит хотя бы ну естественно тут такие накрывания не столь сильны из того что он просто идеальная форма у белых потом что-то в партии чуть совсем не понял этого хода черт начал атаковать и угол хочет удержать и соответственно центр сидеть нас двух стульях черту конечно основательно взялся за эту группу как видно глаз у нее особо нету поэтому играет максимально активно в скотчах агрессивно буквально через несколько ходов оказывается то что белый тут уже в принципе и живой после этого он дальше к сожалению партию не смотрел поэтому не особо к ней готов ну что она кого до сих пор идет онлайн так что они тут происходит черный наращивает влияние наконец-то наконец-то вот и приходится играть такой максимально странный ход вообще надо понимать то что это все еще все еще очень тоже режется насколько была грубая ошибка ходом в g2 вместо h3 супер грубая сейчас таких проблем не было он решил зажимать отсюда белый соединяется черный все ради центра то есть прилипает именно то чтобы все по максимуму удержать достаточно ожидаемое продолжение неприятное ушло всю базу выбить оппоненту как ступил очень странно честно говоря отыграл всю базу потерял черный до полос лишился центра на центра по сути нету но сейчас тут атака если приглядеться то убил как бы тоже не сильно но мы убил их сверху 5 очков снизу слева 23 снизу справа 18 коми на то есть 24 29 52 очка за то все два очка у белых счетом коми черных 10 слева очков 5 сверху снизу слева там кто-то группу ямочку кисть точно достают 15 быть тренс получим 17 30 до и верхняя правая верхняя права еще 20 у белых 53 если правильно форму черных 50 белого принципе слабая группа поэтому хоть центра нет но белый был вынужден дать много очков сам чтобы центр разрушить сверхний левый пол был полностью потерян пока белый там выживал в центре снизу черным успел там м3 андре отыграться тоже все очки скай может немного но это все же очки хоть какие-то это чем те очки которые не достаются оппоненту то самое приятное всей этой истории на и вся группа пресса не особо живая да по форме все грамотно в общем то они сейчас состоят в таком положении ход связь на черных как бы вы сходили время отходит концу так что последний вопрос как и сам особо не знаю то есть ты не знаешь куда ходить по этому тенге реально ладно давайте обозначим тангел джи одиннадцать и джи десять и катить да я вот сам сходил за туда же подходили в партии так даже предложил артемий да да именно так то есть я считал ту зону как 18 очков 20 очков явно больше стало нет группа черного уже сто процентов живая на этот ход сюда сюда сказал вот тут вкидывание о чем проблема то что есть такой и с нами на отключаться просто живая группа вот эти же пропихнулся то просто свою съездил еще большую очков поэтому черный сверху уже на сто процентов живой ему ничего не угрожает вот так вот обещал им при того то есть подвести приз максимально просто он касается нашего самого первого примера когда возникает возможность выбрать форму всегда хочется выбрать ту форма которая просто что быстрее быстрая форма при этом является разумеется крепкий всегда превалирует всегда приоритетно потому что она не дает закрытий центр не дает оппоненту себя заборить вот и краски в этом большой минус высоких как мне кажется и средних и тоже с десятого начиная нет понимания того что без доступа в центр далеко не уехать то есть готовы брать углы там 10 очков и надавать себя спечатать со всех сторон вот ради этих 10 очков вот но проблема в том что не имея доступа в центр не опросов торгаться торгаться глубоко не имеется станет какой база не имея возможности с кем-то соединить ясно это гигантский риск и велика вероятность не благоприятного исхода то есть группа может умереть поэтому всегда выбираем ту форму которая при прочих равных быстрее вот напоминаю что белыми играет игрок с уровнем 2 600 игр так что давайте не будем совершать ошибки как он то есть всегда стараемся выразить форму быстрее главное что она при этом не резалась второе не являлась нашей основной целью но было выяснено в процессе неплохо вот эти варианты сверху всем поизучать максим книжку подсказал уменьшение террориальных преобразований вот в ней как в этих вариантах до сих пор путаются даже 3 дан про света шикшина не знает этих вариантов поэтому не будьте как света знаете эти варианты такой и ляшек шум будет на вас беситься если с ним в паре вывести играть ну мало ли у нас тут есть представительницы прекрасного пола этому вполне вероятно что сколько-нибудь и случится но все остальные тоже разумеется нужно знать чтобы быть как минимум как и ляжешь хорошо на этом на сегодня у меня к сожалению все парт еще идет так что желающие могут это смотреть по крайней мере я бы этого очень хотел сам посмотреть не знаю как вы просто интересно что будет с этой группы сверху слева да все всем хороших выходных удачи до новых встреч